привет ребята это мэтт корр и курс control pain.com и сегодня мы поговорим об инструменте палец smudge как вы наверное знаете смешение красок одна из самых важных техник в цифровом иллюстрировании photoshop то кажется логично начать обучение именно с инструмента палец особенно если вы раньше рисовали графитовые рисунки в которых для смешения часто используют пальцы в этом видео я покажу вам как работает инструмент палец и почему его лучше не использовать для смешения красок но у него есть свои области применения и о них мы сегодня тоже поговорим и так вот на левой стороне у меня два четко разделенных цвета она правой те же самые цвета но уже после смешения во время работы очень часто требуется создать подобное плавное смешение цветов я выберу инструмент палец на панели и снова попробую добиться этого эффекта сила strange установлена на 80 процентов а как видите создается такой эффект словно я размазываю голубую краску я специально увеличу картинку чтобы вам было лучше видно все это выглядит так как будто обе эти краски еще не просохли я словно скребком размазываю голубой цвет по темно-синему это не столько смешение сколько смещение я специально наложу еще одну дополнительную полосу краски вот тут и еще раз использую инструмент палец чтобы вам стал яснее принцип его использовать как вы видите цвета смещаются но их очередность остается неизменной выглядит так будто вы окунули шарик в краску а затем прокатили его по металлической полосе довольно интересный но не подходящий для смешения цветов эффект конечно этот эффект можно поменять изменив параметр силы strange вот я уменьшаю его на 25 процентов и вы видите разницу но даже если интенсивность меньше сама суть этого эффекта не меняется я словно размазываю один слой краски по-другому таким методом будет очень сложно создать плавное смешение цветов а мне нужно такое смешение как на правом рисунке на нем смешение очень плавно и постепенно и выглядит почти как градиент я ранее показывал что этот эффект куда легче достичь используя кисть ластик и порой пару дополнительных слоев так что получается что инструмент палец абсолютно бесполезен в цифровом рисовании так нет я так не думаю вы видели что палец создает эффект ряби посмотрите на то как вода искажает цвет если посмотреть на самый край верху то вода искажает то что я вижу сквозь нее смотрите стакан этот эффект преломления искажения очень похож на эффект от инструмента палец и вы знаете почему то что так как все цвета остаются различимыми они как будто смещены и искажены кроме того этот инструмент очень полезен для создания специальных эффектов может быть вы запомнили этого орка из ранних уроков мы его использовали что если бы мне нужно было добавить немного больше искажения вот этим магическим эффектом для этого мне нужно увеличить масштаб и воспользоваться инструментом палец с его помощью я могу размазать цвет по рисунку как будто краска на нем еще не высохла как видите этот инструмент может быть очень полезен для определенных целей это довольно узко направленный инструмент кроме того вы можете поменять форму кисти какой кроме того вы можете поменять форму кончика кисти что тоже изменит конечный эффект вот я использую форму когтей как видите эффект слегка меняется как видите инструмент палец не особо подходит для обычного смешения красок но он все равно может быть вам очень полезен и порой без него не добиться нужного эффекта а в конце я расскажу вам еще один полезный совет как нужно работать с этим инструментом не портите оригинальное изображение может быть это кажется естественным использовать инструмент палец на слоях с оригинальным изображением но вот я выберу первый слой и попробую поработать пальцем смотрим и вот работа закончена но куда лучше работать на отдельном слое поэтому я отменяю все изменения и создаю новый слой затем мне нужно убедиться что опция образец со всех слоев sample all layers выбрана результаты работы не меняются но эффект от работы находится на отдельном слое так что оригинальное изображение не испорчено чтобы вам было лучше видно я даже передвинуть слой ниже как видите размазывание находится на отдельном слое и вот я возвращаю на свое место вы бы ни за что не заметили дополнительный слой как и множество других опций в фотошопе вы можете либо работать небрежно уповая на то что ничего плохого не случится либо вы можете работать аккуратно подстраховывая себя от ошибок если мне не нравится эффект я могу либо удалить весь слой и вся работа исчезнет полностью либо я могу стереть часть слоя и так я могу лучше контролировать эффект от использования инструмента еще раз нудный параметр называется образец со всех слоев sample all layers так что вы можете использовать инструмент палец но совсем не для смешения желаю удачи спасибо за внимание